Десятки тысяч рублей теряют жители Иркутской области из-за мошенников. Особенно активизируются злоумышленники перед Новым годом, когда наши земляки начинают активно тратить деньги. Данила Седов сегодня узнавал, как люди могут лишиться своих кровно заработанных и есть ли способы избежать этого. Смотрим. Чем в преддверии Нового года занимаются жители Иркутской области? Разумеется, наряжают дома елки, закупаются продуктами, ну и готовят подарки для своих родных и близких. Ну а чем же в этот момент заняты мошенники и другие злоумышленники? Они ждут момента. Момента, когда кто-то из нас потеряет бдительность и можно будет завладеть нашими деньгами или персональными данными. Именно поэтому сегодня я вам расскажу, где нас может подстерегать опасность и как ее можно избежать. Первый и самый очевидный пункт нашего разговора – интернет-магазины. В прошлом году из-за пандемии коронавируса популярность этих сервисов резко подскочила. Этим не могли не воспользоваться мошенники. Одни начали размещать фейковые объявления о продаже товаров, другие стали создавать сайты подделки. Заходя на такой ресурс и внося туда свои персональные данные, вы, по сути, подписываете себе приговор. Но этого можно избежать, если знать несколько хитростей. Внимательно посмотреть, есть такие сервисы в интернете, когда был создан сайт. Как правило, все мошеннические сайты создаются там в течение месяца, максимум работают, максимум несколько месяцев. Также можно посмотреть, обратить внимание на количество платежных систем этого сайта. Как правило, мошенники особо не заморачиваются и просто пытаются выманить платежные данные вашей карты и все. Чего не скажешь о легальных интернет-магазинах. Они предлагают клиенту сразу несколько вариантов оплаты, начиная с внесения данных банковской карты и заканчивая системой мобильных платежей через электронный кошелек. Но даже если вы являетесь приверженцем традиционных способов оплаты, то есть наличными, вам тоже есть чего опасаться. Фальшивомонетчики в 2021-м никуда не делись, об этом говорит статистика. Для примера, даже в небольшом Братске в 2021-м обнаружили 11 фальшивых купюр. А во всем регионе, по данным фактам, возбудили 160 уголовных дел. Качество подделок с каждым годом растет, но отличия есть всегда. Можно обратить внимание на герб. Если билет Банка России поддельный, билет не будет переливаться, как с малины, он золотистый цвет, так как его мошенники постоянно покрывают жидкость. Второй случай. Это 5000 номинал, 5000 купюр. Здесь есть посторонние, называется пробитие дырочками. Они должны быть четкие, ровные. Если же дырочки пробиты неровно, значит перед вами подделка, а человек, который вам ее передал, вероятнее всего преступник. К слову, злоумышленников всегда хватает и на улицах. К сожалению, именно в конце декабря, начале января учащаются случаи разбойных нападений и грабежей. Очень важно сохранять бительность во всех аспектах своей жизни, внимательно относиться к своим ценным вещам, нигде не демонстрировать крупную сумму денег. Если вдруг совершили какую-то ценную покупку, не оставлять ее в салоне автомобиля. Ну вот, в принципе, и все. Всех этих правил только на первый взгляд очень много. Но на самом деле соблюдать их просто. И помните, предупрежден, значит вооружен. Данил Седов, Андрей Назаров, Владимир Пинаев. Новости по будням.